МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И неожиданно узнал, что разведен и не платит алименты. Барнаулиц шокирован решением приставов. На перекрестке улицы Шумакова и проезда Северного Власихинского до конца года установят светофор. Напомним, на прошлой неделе там погибла 13-летняя девочка. Ее сбил водитель автобуса, когда ребенок переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Школьница умерла до приезда скорой помощи. Изначально планировалось, что в этом году в Барнауле установят всего 4 светофора. Пешеходный переход на Шумакова не входил в этот список. Вероятно, после резонансной аварии было решено обезопасить и этот перекресток. К тому же местные жители накануне начали собирать подписи к заявлению в прокуратуру края с просьбой установить на переходе светофор и освещение. Добавим, вчера стало известно, что водителя автобуса арестовали. Ему грозит до 5 лет лишения свободы. Любопытная и в то же время невеселая статистика. Согласно анонимному опросу, проведенному по всей России, 38% водителей нашего региона ездили пьяными за рулем. Благо, наш край в лидерах этого списка не числится. Больше всего любители выпить и сесть за руль в Якутии, Хакасии и Бурятии. В этих регионах на веселе ездил каждый второй автолюбитель. Меньше всего нарушителей в Санкт-Петербурге и Пермском крае. 70% местных водителей никогда не употребляли перед вождением. К слову, всего в опросе участвовали почти 13,5 тысяч автолюбителей из 82 регионов России. Продолжим. Теперь нужны финансы на восстановление. Накануне вечером под Новоалтайском горела Белоярская крепость. Большая часть постройки была окутана огнем. Напомним, что деревянное строение начали возводить в 2019 году. Активисты тогда выиграли президентский грант в 3 миллиона. И решили потратить его на реконструкцию крепости. Иными словами, возвести похожую на ту, которая была здесь в начале 18 века. Там планировали проводить мастер-классы, костюмированные представления. Да и саму стройку нужно было закончить. Насколько сильно пострадало деревянное сооружение, расскажет Дмитрий Дроздов. Вчера вечером 16 ноября в 17.37 в пожарную службу поступила информация о возгорании Белоярской крепости. На момент прибытия пожарных служб огонь был на крыше и стенах второго этажа. Сдавалась угроза перехода огня на соседние строения, но этого не произошло. И пожар был ликвидирован за 30 минут. Общая площадь пожара составила около 40 квадратных метров. Пострадавших на пожаре нет. На тушение пожара привлекали 7 человек личного состава, 3 пожарных автоцистерны. Крыша полностью, получается, тесовая сгорела. Облам тоже сильно сгорел внутри самого помещения. Вещи внутри сгорели. То есть то, что у нас костюмы были, оружие у нас были, домашние предметы были. То есть это тоже, к сожалению, сгорело. Из исторической справки Белоярская средневековая крепость. Первый укрепленный форпост, появившийся в 1717 году на территории современного Алтайского края. И положивший начало его присоединению и освоению российским государством. Активисты воссоздали ее и устроили музей под открытым небом. Там также проводили колоритные фотосессии и устраивали исторические реконструкции. С точки зрения исторической ценности, конечно, нынешняя Белоярская крепость именно большой ценности не имеет. Но это именно что очень удачная реконструкция. И туда вложен труд подвижников, энтузиастов, историков в том числе. Поэтому, конечно, для них и в целом для исторического сообщества нашего края это большая неприятность. Причины пожара на данный момент устанавливаются. Мы будем следить за развитием этой ситуации. Дмитрий Дроздов, Александр Антропов. День с толком. Заболеваемость COVID-19 в регионе по-прежнему высока. Сегодня, кстати, очередной рекорд за сутки плюс 535 человек. Поэтому сотрудники Роспотребнадзора и полиции в ежедневном режиме продолжают проверять соблюдение антиковидных мер в общественных местах. На этот раз под их прицел попали магазины, расположенные на окраине города, в поселке Южно. Подробности у Анастасии Наборщиковой. Час работы и 100 тысяч рублей. Это не заработок, а возможная сумма штрафов. Их сотрудники Роспотребнадзора продолжают выписывать тем, кто забыл надеть маску. У нас была проверка. Мы проходили ее очень хорошо. И без вот этого шоу. За несоблюдение антиковидных мер магазинам могут выписать два штрафа. На физических лиц, иными словами, кассиров или продавцов, и ЭП, руководство организации. Последних накажут, если в магазине нет разметки на полу, рециркуляторов воздуха и антисептиков. Надетая же маска на нос или подбородок – зона личной ответственности. Вы надеваете маску, потому что это безопасно или потому что вынуждено? Это безопасно, я думаю. Почему не считаете, что это важно? Я выполняю просто законы. Вас заставили. Видимо, скорее всего, заставили. Проверка идет под прикрытием. Если антиковидные меры соблюдены, продавцы, как здесь, не узнают, кто был их клиент. Сотрудники Роспотребнадзора тут же идут дальше. На рабочем месте маски не закрывают органы дыхания. Ну почему? Ну потому что очки запотевают. Я и так без конца ее не снимаю. Это всегда на мне. После был побег. Его предотвратила полиция. Здесь протокол выписали дважды и женщине, и владельцу. Среди коробок затерялся антисептик, а разметка на полу стерлась. К слову, продавцы рассказали нам, что работать сейчас совсем непросто. Плохо становится, не знаю, голова кружится. Бывает. И включаем, чтобы освежить воздух. И двери открываем, потому что это невозможно. Вы понимаете, что это... Это я понимаю, что это защита, но очень тяжело. Почему на кассиров выписывается штраф, как на физическое лицо? Потому что масочный режим соблюдать должны обязаны граждане и работники предприятий, организаций. Недельные предприниматели чаще всего предупреждают о административной ответственности за данные нарушения. Так или иначе, штрафы выписывают ежедневно. Проверки идут в магазинах, торговых центрах и общественном транспорте. Цели заработать нет, говорят проверяющие. Важно лишь одно – сохранить здоровье граждан. Анастасия Наборщикова, Вадим Быстревский. День с толком. Почему приходится платить за поездку от аэропорта до места назначения по завышенному тарифу? Все чаще гости Барнаула, впрочем, как и местные жители, задаются таким вопросом. Обычного такси здесь не дождешься, а частеньки, работающие на территории Барнаульского аэропорта, ломят бешеные цены – от 500 до 1500 рублей. Подробности у Валентины Аскеровой, которая тоже попыталась уехать из аэровокзала. Мы спросили внутри, по прилету, сказали, вот мы взяли до вокзала – 500 рублей. Подходишь к людям, которые здесь стоят, они называют сумму полторы тысячи. То есть, как бы, вот, оценка, видимо, происходит по внешности. Бензин, конечно, дорогой, но не настолько возмущаются люди. Сегодня днем в Барнаульском аэропорту приземлилось сразу несколько рейсов. Из зала прилета выходят десятки человек. Одних встречают родные, другие пытаются уехать на такси. Цена на поездку кусается. Частники, которые предлагают прокатиться по городу за полторы тысячи рублей, от камеры отворачиваются. Люди пытаются вызвать такси бюджетнее. У официальных сервисов такси цена, как правило, 200-300 рублей. Ждешь, конечно, но, видите, через четыре минуты будет. Это намного экономит, иногда он наспокойнее, потому что знаешь, к кому обратиться потом, если какие-то проблемы будут. Вызвать вообще практически невозможно. Позвонили номеров на пять, наверное, но никакого отклика. Нашлась машина, написано проедет через 25 минут. Мы тоже решили выяснить, насколько сложно вызвать такси в аэропорт. Время выжидаем. Звоним вновь. Поиск машины еще идет. Продолжается и займет максимум 12 минут. Получается, вызвать бюджетное такси можно, но нужно ждать. А порой, пишут горожане в социальных сетях, машины и вовсе не приезжают. На днях в нашу редакцию позвонил водитель службы такси. Он пожелал остаться анонимным, но рассказал следующую историю. Он приехал в аэропорт за пассажиром. Пассажир покружился, покружился возле машины и отказался от поездки. Возитель уехал ни с чем, но отправился не на новый заказ, а в шиномонтажку. Колеса оказались проколоты. Разыгрывают ли таксисты частники? Такой театр или же поломка просто случайность сказать сложно. Таксисты, которые доезжают до аэропорта, говорят, что не слышали о частниках, вставляющих палки в колеса. Сюда нормально едете? Нормально все. Еще один вариант уехать из аэропорта – маршрутка. Как говорится, и дешево, и сердито. Правда, порой рейсы бывают ночными, а общественный транспорт в это время спит. Поэтому пассажирам приходится либо ждать утра, либо пробовать вызывать недорогое такси, либо соглашаться на ничем не обоснованный тариф местных бизнесменов. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком. Уезжал на вахту отцом семейства, а позже узнал, что разведен, не платит алименты и лишается имущества. В такую историю попал бар на улице Андрей Саматов. Сам он даже не может себя защищать, так как почти круглый год находится на заработках на Севере. А его представителя в органах не принимают. Подробности в сюжете. Почти сценарий для фильма и будет ли хэппи-энд – большой вопрос. Марина Ситникова в этом реальном кино – рассказчик, главный герой ее сын Андрей – вахтовик на Севере. В 2020-м из очередной поездки он вернулся другим человеком. Когда мой сын уехал по обоюдному решению зарабатывать на квартиру в Магадан, в это время его супруга подала на развод, на алименты, сменила замки в квартире. В общем, все это без его ведома. И суд прошел, его не уведомлял никто, что является грубейшим нарушением. То есть, когда человек приехал сюда через несколько месяцев, у него, оказывается, он должен был платить алименты. Долг в размере 20 тысяч мужчина погасил, хотя, не зная о разводе, и так отправлял деньги семье, рассказывает Марина. А этой осенью выяснилось, что от долга осталось больше 100 тысяч. Поэтому на авто мужчины наложили арест. В один из дней Марина не нашла машину на стоянке, и от полиции узнала, что ее увезли приставы. Почему они мне ее не показывают даже? Вот мне вот в этом было даже отказано. Просто забрать свои личные вещи из автомобиля. Здесь тоже вот явно нарушены мои права. Как доверенное лицо сына, она добилась судебной отмены ареста и исполнительного производства. Однако в ноябре поступил новый исполнительный лист. 1 ноября в отношении должника Саматова Андрея Ириковича поступил новый исполнительный документ о взыскании алиментов с суммой задолженности 103 тысяч рублей. Следовательно, арест с имущества должника не снимался. Я вчера опять приехала. Там другой уже, инспектор. Я не могу вам ответить на ваши вопросы. То есть я не могу на вас выходить отсюда, я не могу тратить целый день на вас. Сейчас женщина обратилась в прокуратуру на предмет законности действий приставов и снова в суд. Удастся ли ее сыну насильно выйти из семьи без потерь, решать будет судья. Татьяна Голубева, Анастасия Драган, Александр Антропов. День с толком. По оценкам экспертов, на ремонт моста в районе нового рынка уйдет полтора миллиарда рублей. Напомним, о его реконструкции говорили уже давно, постоянно откладывая работы. Однако мосту уже почти 70 лет и он признан аварийным. Как на время перекрытия будет организовано движение транспорта, подача горячей и холодной воды, расскажем в сюжете. Все же ремонту быть. Мост на новом рынке. Сооружение аварийное. Путепроводу почти 70 лет. Накануне стало известно, к реконструкции приступят весной следующего года, когда закончится отопительный сезон. По проекту старые конструкции полностью снесут и построят новый мост. На все это понадобится около полутора миллиардов рублей. Это средства из федерального, краевого и городского бюджетов. Участников данного проекта, их много. И основная задача по возможности сохранить комфорт для горожан, но синхронизировать все работы, в том числе с железной дорогой, это основа основ. Уже сейчас ясно, мост закроют, заторы неизбежны. Пожалуй, самое сложное в этом проекте – движение электротранспорта. Над этой задачей работают выпускники политеха. Летом они представили свои дипломные работы. Что-то из этого ляжет в основу организации движения в районе Нового рынка. Как почитали специалисты, каждый день трамваями и троллейбусами пользуются 70 тысяч барнаульцев. Из них 47% ежедневно проезжают мимо Нового рынка. Трамвайные будут перенесены на улицу Челюскинцев, до проспектора Красноармейского с пересечением улиц Анатолия и Советской армии. А троллейбусные будут сокращены до перекрываемого путепровода на проспекте Ленин с возможностью разворота по контактной сети и движения в противоположном направлении по маршруту. Пока это всего лишь предложения, которые сейчас обсуждаются. Точно так же, как организация движения автобусов. Как будет ходить транспорт, станет известно в ближайшее время. Сейчас жителям города необходимо продумывать, как они будут ездить на работу в центр города. Может быть, поговорить со своими работодателями, те, которые частные, чтобы сдвинуть время работы для того, чтобы все-таки этот час пик, который у нас приходится на 8-9 часов, скажем так, не было такого транспортного коллапса, его немножечко так отодвинуть. Что касается тепловых сетей, на этот участок приходится серьезная нагрузка. На новом рынке проходят коммуникации большого диаметра. Чтобы у жителей не было проблем с горячей водой, трубопроводы закольцуют в районе бывшего дома быта. Все работы проведут летом. А в Росводоканале, в свою очередь, сообщили, что в этом районе города есть возможность переподключить потребителей. Так что особых перебоев с водой жители также не почувствуют. Добавим, что согласно проекту, движение по мосту перекроют до конца 2023 года. Ирина Корчегина, Алексей Фризин. День с толком. Школьник из Наукограда заявил о себе на весь мир. На днях ученик Бийского лицея вернулся из Убекистана, где он принимал участие в первой международной олимпиаде по физике имени Альфиргани. Там наш земляк показал незаурядные способности и стал абсолютным победителем. Наши бийские коллеги встретились с Иваном Касьяновым и узнали все из первых уст. Его можно застать в перерывах между олимпиадами. Сейчас Иван проходит муниципальный этап Всероссийской олимпиады по математике. А накануне он принял участие в первой международной олимпиаде по физике имени Альфиргани. Она проходила в Узбекистане. Там были представители из 20 стран. В сборной России выступал бийский школьник. Это довольно тяжелый уровень. То есть, поверьте, это очень не похоже на школу. То есть, это примерно как игра в футбол на школьной площадке и профессиональный футбольный матч. То есть, это вот примерно из такой. И поэтому, в общем-то, существует определенная группа школьников в России, которые готовятся к таким состязаниям. То есть, если взять параллель 11 класса, то я думаю, что это человек 30 реально есть. И все это, естественно, в основном Москва-Питер. Олимпиада проходила два дня. Теоретическая часть состояла из двух длинных и трех коротких задач. И был один так называемый псевдоэксперимент. Школьники обрабатывали уже снятые данные. Бийчанин выполнил практически все задания. Однако были и трудности. Некоторые темы, которые там были представлены, они не проходятся в школе. Например, волновая оптика. То есть, в том числе и мы с Александром Николаевичем еще не успели ее пройти. И, соответственно, там эту задачу я просто не сделал. Аналитический склад ума и жажду новых знаний Ивана его родители заметили еще в детстве. Уже тогда он чертил модели кораблей и зданий. Он очень любил конструировать и все это делал из подручных средств. То есть, будь это ватные палочки, которые рассыпались, он мог построить из них дом. Из бегудей тоже он что-то постоянно делал, конструировал. Ну, он находил для своего ума любую пищу, так скажем, которая имелась под рукой. Сейчас школьник является отличником и хорошо разбирается во многих предметах. В частности, речь идет о математике, химии, биологии и истории. Свою дальнейшую профессию хочет связать с физическими исследованиями. А потому планирует поступать в Московский физико-технический институт. Алена Кисеева, Иван Зяблицкий. День с толком. Краевые родительские собрания теперь будут проводиться ежемесячно, причем онлайн. Именно такой формат его организаторы считают наиболее удобным для всех. В рамках собрания все желающие могут обсудить школьные проблемы, задать вопросы представителям Министерства образования и получить ответы без протоколов и излишней официальности. Вот в этот раз мы говорили о неуспевающих детях. Соответственно, у нас есть целая служба в крае, которая занимается решением этих вопросов. Они будут отрабатывать каждое обращение. Следующая тема, следующего эфира нашего, это наоборот, детки талантливые, детки одаренные. То есть куда им, как выявить эту одаренность, что в крае предлагается, что можно бесплатно, какие есть возможности поощрить таких детей за их достижения. Вот эти темы, которые мы выносим, например, о неуспевающих детях, это именно запрос родителей. То есть что делать, как помочь, какие механизмы есть. Это именно был запрос родителей. Следующая тема, это тоже запрос родителей. Отклик достаточно большой. И эти родительские собрания смотрят не только родители. Их смотрят специалисты, классные руководители, замок о воспитательной работе в школах, профильные специалисты, которые курируют работу с детьми. То, ну, именно то ее направление, о чем речь идет. И это очень полезно, потому что что-то они для себя берут, какие-то подходы, какие-то моменты, какие-то элементы работы. То есть наша задача наладить диалог. Ведь родитель, он же полноценный участник процесса. И к новостям спорта. Хоккеисты Динамо Алтай сегодня сыграют свой последний матч в серии против саратовского «Кристалла». Если в первых двух поединках была интрига, кто же наберет очки, то в третьем матче барнаульцы смотрелись очень уверенно. 5-0. С таким счетом завершился третий матч в серии. «Кристалл» ничего не смог соорудить у ворот «Динамовцев», а наши устроили парад заброшенных шайб. Двумя отметился Иван Сапунов, и по одной забросили Разумов и Степаненко. Сегодня команды играют свой четвертый матч в серии. Игра началась в 19.00 на Титов-арене. О результатах встречи расскажем в следующих выпусках новостей. На этом у меня все новости. Смотрите нас на 22-й кнопке в социальных сетях. Напоминаю, для вас по-прежнему работает телефон. Наша редакция 205-545. Через несколько секунд узнаем, какой будет погода. Спонсор прогноза – компания «Эволар». До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова